по танковому биатлону, которые прошли на одной из учебно-тренировочных территорий при Ташкентском военном округе. Мастера бронированной техники сегодня демонстрировали высокий уровень профессионализма на проведенном впервые танковом биатлоне. В торжественной церемонии открытия показательных армейских соревнований приняли участие представители Министерства обороны, военно-административного сектора столичной области Ташкентского военного округа. Как отметил в своем выступлении глава оборонного ведомства генерал-майор Абусалом Азизов, мероприятия подобного формата направлены на повышение профессионализма и боеготовности войск, и вместе с тем будут способствовать воспитанию молодежи в духе патриотизма и преданности стране. Символичен и тот факт, что конкурс проводится в преддверии Дня памяти и почестей, когда наш народ чтит и помнит память великих наших предков, показавших высокий пример мужества и отваги, стойкости и героизма, отдавших свою жизнь за будущее нашей Родины. Не ошибусь, если скажу, что Черчихский общевойсковой полигон давно не видел такого огромного числа посетителей. С самого раннего утра сюда пришли тысячи людей, пришли целыми семьями с детьми, но об этом чуть позже. Сейчас о самом биатлоне ему предшествовала целая церемония. Знаменосцами выступили курсанты Черчихского высшего танкового командно-инженерного училища. Затем следует личный состав, в числе которых военнослужащие Ташкентского военного округа, курсанты высших военных образовательных учреждений, десантных подразделений, батальона специальных подразделений. Кульминационный момент, как всегда неожиданно и впечатляюще. На 100-метровой высоте пролетают вертолеты войск ВВС с флагами Узбекистана на борту. Современные винтокрылые машины в небе очередной раз демонстрируют мощь и силу национальной армии. Следующим этапом была высадка десанта. Показательные выступления десанта продемонстрировали мастерство слаженности и отличную физическую подготовку. Затем экипажи выходят на заданную позицию. В танковом биатлоне задействованы 6 вертолетов, 30 единиц бронетанковой автомобильной техники, свыше 1000 единиц личного состава. Практический этап конкурса начался с индивидуальной гонки. Затем эстафета. К участию в состязании в ходе отборочных конкурсов в воинских частях ТВО отобраны лучшие экипажи танков Т-72, которые продемонстрировали боевую мощь своих машин. На каждом этапе конкурса экипажам боевых машин предстояло отработать слаженность действий при выполнении практических стрельб, а также в ходе преодоления препятствий. Ожидается ли участие в международных соревнованиях такого масштаба? В том году на армии 2017 Узбекистан уже участвовал, но в качестве наблюдателя мы участвовали на танковом биатлоне. В этом году мы планируем уже испытать свои силы и навыки на соревнованиях международного масштаба. Наши военнослужащие показали свою практику, совершенствование навыков и свой профессионализм. Наши военнослужащие круглый год проходят обучение, получают свои навыки практически. Они постоянно находятся в готовности. Танки Брода не боятся. Экипажам предстояло преодолеть наземные и водные препятствия. Они должны были поразить различные типы мишеней на удалении от 400 до 1200 метров. На соревнования по танковому биатлону экипажам было поставлено задача преодоления восьми препятствий. Одно из сложных препятствий – это искусственные бассейны глубиной метр и 20 сантиметров, наполненные водой в количестве 800 тонн. Экипажи успешно справились с этим заданием – преодоление эскарпа. Самым главным заданием в ходе танкового биатлона было выполнение стрелок из главного вооружения – это пушки, а также спаренным к нему пулеметом ПКТ. Экипажи показали высокую точность попадания и своевременное выполнение поставленной им задачи. По итогам состязаний состоялось награждение. Экипажи боевых машин были отмечены ценными подарками и призами. Была проведена очень большая работа со стороны команды по подготовке данных мероприятий, по подготовке самого полигона к проведению. Ну и как вы видели, наши профессионалы-танкисты действительно показали класс, мастерство. Можно назвать их снайперами по результатам поражения целей, мишеней. Ну и вообще, я считаю, данное мероприятие было проведено на высшем уровне. Совершенствование учебно-материальной базы полигона позволило действительно повысить на новый уровень качественный боевую подготовку войск. Ну и честно, вот от души хочу сказать, такое вот единение армии и народов способствует, я считаю, повышению патриотического воспитания молодежи. Безусловно, патриотическая направленность мероприятия имеет огромный смысл для всех. Те, кто сегодня пришел на танковый биатлон, получил не только массу впечатлений. Очень понравилось, спасибо большое, невероятные ощущения. Это первый раз, наверное, такое происходило. Присутствовали дети, какие у них ощущения. Для молодежи это имеет большое патриотическое значение. Я в восторге. Патриотизм надо развивать, и такие мероприятия способствуют этому. Участие современной техники, которая здесь была показана, которая находится на вооружении нашей республики, страны, это действительно подтверждает мощность национальной армии, правильную стратегию нашего президента, который действительно обратил внимание на вот такие вещи, которые именно консолидируют, вкладывают огромные усилия в приобретение новой техники, в таких организациях, таких мероприятий. Было очень интересно. Самолеты летали. Самолеты не было. Вертолеты были. Я увидела вертолеты, танки. Больше всего мне понравился танковый биатлон. Это было очень, это было невероятно красиво. И теперь я знаю, как военнослужащие... Несут службу? Несут службу по охране нашей Родины. Приоритетным вопросом развития реформ в оборонной сфере является социальная защита военнослужащих и членов их семей. Надежный тыл, как известно, есть мощная опора, благодаря которой защитники Родины уверенно несут свою службу. Для многих семей военнослужащих сегодняшний день запомнится особой датой. Они получили квартиры в домах, построенных в новом массиве. Там сегодня побывала и наша съемочная группа. Как известно, в апреле месяца текущего года президент Шавкат Мерзиёев посетил Махалю-Олмос Яшнабадского района столицы. Тогда глава государства ознакомился со строительством многоэтажных домов, в которых потом должны были заселиться семьи военнослужащих. И вот спустя практически месяц долгожданные ключи от новых квартир были вручены владельцам. Военнослужащие и их семьи начинают обживать один из крупных городков, что строится за последнее время на территории столицы. Сегодня торжественно вручили ключи. 540 квартир – это только очередной этап. Впереди новые квартиры и новые обладатели собственного жилья. Всего в Махале-Олмос Яшнабадского района столицы заселят 18 жилых домов. Детские сады, школа, спорткомплекс, поликлиника – всё это тоже совсем скоро будет готово и получится фактически город в городе. Мы переезжали на квартиру, туда переезжали. Жена тоже. Мучили. Семья большая, трёх сын есть у меня. Огромное спасибо. Вот все сами увидят. Ради всех моих друзей, военнослужащих. Семья Уразовых уже успела заселиться. Теперь уже в собственную квартиру. Как говорит глава семейства, это ещё один шаг в новую жизнь. Просторную и светлую. Больше всех рады супруга и дочери. Многочисленные бесконечные переезды теперь уже позади. Они до сих пор, кажется, не могут поверить. Больше не нужно сидеть на чемоданах и думать о бесконечных переездах. Почти 10 лет ждали этого момента. За это время семья разрослась до 4-х человек. Это мой любимый Мишка. Её зовут Фамилия. Он теперь будет жить в нашем доме со мной. Стоит отметить, что к строительству было привлечено более 300 единиц техники, машин и механизмов. Около 2000 квалифицированных инженеров и рабочих. К настоящему времени владельцы уже начали въезжать в готовые квартиры. Отметим, что жильё защитникам Родины предоставлено на основе льготных кредитов. Впереди второй этап – сдача многоквартирных жилых домов. Уже совсем скоро завершится строительство 35-этажных домов, рассчитанных на 900 квартир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Тем временем в обновлённом рейтинге сильнейших армий мира, составленном аналитической компанией Global Firepower, среди 136 стран Узбекистан расположился на 39-м месте. Годом ранее наша страна занимала 48-ю позицию. Сила армии оценивалась по более чем 50 факторам. Между тем, Международный валютный фонд приветствовал присоединение Узбекистана к расширенной общей системе распространения данных, отметив, что эта мера обеспечит максимальную прозрачность и открытость страны.